Сейчас, пока на наших огородах еще нет помидоров и огурцов, мы с удовольствием выращиваем и едим свежую зелень. Ее разнообразие настолько велико, что сейчас в самый пик весенних работ и посадок можно даже кое-что забыть и вовремя не посеять. Поэтому я сегодня поделюсь с вами тем, что из зеленки сею и выращиваю сама, что сею прямым посевом, а что выращиваю через рассаду, и какую культуру выращиваю в открытом грунте, а какую в теплице. И начну я, пожалуй, с редиса. Хоть он и считается овощем, а не зеленью, но он настолько скороспелый и неприхотливый, что его можно сеять в течение всего лета наряду с любыми зелеными культурами. Вдобавок редиска, как и любая другая зеленка, это целый кладезь витаминов, которых нам как раз таки и не хватает после зимы, и поэтому смело сеем ее и в открытый грунт и в теплицу прямо с ранней весны и по август с промежутком 2-3 недели, за исключением разве что июня. Из зелени же совершенно не боится холодов петрушка, и поэтому ее тоже можно сеять очень рано, невзирая на погоду весной. Ведь ее семена прорастают даже при небольшом плюсе, а уже далее, тем более сейчас, в мае, сходы безо всяких проблем переносят небольшие заморозки. То же самое можно сказать и про укроп. Я его обычно сею очень рано, практически самым первым из культур и нередко даже что прямо под снег в марте. Тогда всходы появляются примерно через месяц, а затем уже при небольшом плюсе он начинает медленно, но уверенно расти. Также прямо с ранней весны и сейчас в мае можно сеять другую витаминную зелень. Например, кинза. Это тоже холодоустойчивое растение. Листовую горчицу, руколу, шпинат, крес-салат. Это все очень холодостойкие растения, которые мало того, что устойчивы к холодным температурам, так еще и хорошо переносят дефицит света. Далее продолжаю. На сочную зелень можно посеять лук-батун. Он репок не образует, но зато дает массивное сочное перо. Причем в течение лета одна только луковица может дать несколько срезок. А так как он культура многолетняя, то посеяв у себя на огороде его один раз, из года в год он будет произрастать. И тогда мы навсегда обеспечим себя зеленым луком. Ну а так как я только посеял этот лучок у себя в апреле, то сейчас маленькие и нежные перышки только всходят. И поэтому, чтобы все лето все-таки получать бесперебойно зеленый лук, я в теплицу между основными культурами высаживаю крупный севок. Для этого я на боковой грядке между томатами делаю бороздки, причем не на общей поверхности, а немного их заглубляю, чтобы при поливе вода не выходила за их пределы. Затем присыпаю почву золой, поливаю и высаживаю туда лучок. С одной вот такой посадки я снимаю пару урожаев, а затем заменяю их новыми луковками. И таким образом у меня все лето получается целый нескончаемый конвейер зеленого лука. Ну и наконец такая быстрорастущая и неприхотливая листовая зелень, как салат. Его тоже существует большое разнообразие. Это и листовой, и кочаный, и полукочаный виды. И даже пекинская капуста – это тоже можно сказать, что китайский салат. Его можно выращивать и прямым посевом в грунт, и через рассаду. И у меня в этом году такой скороспелый салатик, который так и называется – Скорик, а от фирмы ваше хозяйство. Этот сорт кочанный, а не листовой, и это мне очень нравится, так как он формирует такой округлый кочанчик высотой и диаметром около 15 сантиметров, и массой граммов так 300. Листочки у него волнистые, нежные, маслянистые и такие сладковатые на вкус. И что особенно ценно в этом салате, так это то, что растение хорошо растет при пониженных температурах, устойчиво к болезням и вредителям, быстро развивается и долго не уходит в стрелку. Поэтому для того, чтобы получить урожай как можно раньше, я в начале апреля посеяла его семена на рассаду, а уже через месяц, то есть в мае, часть растений высадила на грядку в теплицу, а часть в ведерки, которые выращиваю в парнике из укровного материала. Вообще для хорошего роста салата нужна температура градусов так 16-20 тепла. Но он также хорошо растет еще и при более низких температурах. Главное, чтобы не было совсем холодно, ну например не ниже 10 градусов. А у нас эта весна очень холодная и до сих пор по ночам температура опускается даже до 5. Поэтому просто в открытый грунт я рассаду не выставляю, чтобы она не померзла. А приобрести семена этого сорта салата вы сможете, как и я, выписав их в интернет-магазине прямо у производителя. Ссылку на их сайт я оставлю в описании. Там очень много выбора и я уже не первый год выписываю салатики. Они действительно вкусные, листочки хрустящие, витаминные и, что очень важно, это совершенно без горечи. Ну и наконец напомню, что главными условиями выращивания любой зелени является то, чтобы само место, где мы посеем семена или же посадим рассаду, обязательно было солнечное, желательно, чтобы грядка была приподнятая, а почва была нейтральная и еще она должна быть предварительно хорошо удобрена. И если придерживаться этих простых правил, то результат не заставит себя долго ждать. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайтесь на мои каналы на других площадках. Ссылки на них я оставляю в описании. Спасибо за просмотр!